Сегодня в нашей стране отмечается День памяти и скорби. 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на СССР. Миллионы погибших, замученных в концлагерях, умерших от голода, тысячи разрушенных городов и сел. За победу в Великой Отечественной войне советскому народу пришлось заплатить неистоизмеримо высокую цену. Каждый год в России и странах СНГ 22 июня припускают государственные флаги, а у памятников павшим проводят митинги и акции памяти. Четыре часа утра. Именно в это время, 76 лет назад, немецкие войска вторглись на территорию нашей страны. Нападение на Советский Союз было неожиданным. Нашим солдатам пришлось противостоять самой боеспособной, по словам историков, армии того времени. Но планам Гитлера не суждено было сбыться. Своей стойкостью, мужеством советские люди доказали всему миру, что нет и никогда не будет такой силы, которая смогла бы поставить на колени наш народ. Это не Германия воевала, это воевала вся Европа. Это там не Румыния, Италия, Австрия, Чехословакия. Это все те вооруженные силы, которые воевали против нашего государства. А те, которые не участвовали в живой силе, помогали всем продовольствиям, боеприпасам, всей военной техникой. Вот в каком положении находилось наше государство. Немцы считали, что это высшая раса на земле, которая должна править всем миром. И вы все прекрасно знаете, жители местного нашего города, знаете, как немцы обращались с нашим народом, ни щадя, ни стариков, ни детей, никого. Уничтожали в душегубках. Это вы все прекрасно знаете. За годы войны на фронт ушло более 23 тысяч славянцев. 11,5 тысяч из них не вернулись. В память о тех, кто ценой собственной жизни отстоял свободу нашей страны, у вечного огня в предрассветном Славянске была проведена патриотическая акция «Свеча памяти». Жители нашего района с благодарностью вспоминали тех, кто погиб в годы самой страшной войны, защищая Родину. Я хочу сказать большое спасибо нашим ветеранам Великой Отечественной войны за то, что у нас есть с вами прекрасная возможность сегодня жить, работать, воспитывать своих детей. Ну а этот день, мы его помним, как день трагедии, той великой трагедии, начало этой трагедии, потому что действительно война, она никого стороной не обошла. Мы должны помнить на тех рассказах ветерана воспитывать своих детей, воспитывать подрастающее поколение. Как Василий Васильевич сказал, что раньше была замечательная молодёжь, и мы с вами должны брать пример с таких великих людей. Более четырёх долгих и страшных лет длилась Великая Отечественная война, искалечившая судьбой миллионов людей. О том, что пришлось пережить нашему народу, написано много книг, но самые ценные факты можно получить только из фронтовых писем. За каждым из них скрыта история жизни отдельного человека, его личных переживаний. В День памяти и скорби у Вечного огня голоса тех, кто уже не вернулся с войны, вновь зазвучали с пожелтевших от времени страниц фронтовых писем. Милая Тонечка, я не знаю, прочитаешь ты когда-нибудь эти строки? Сегодня идёт бой жаркий, смертельный. Наш танк подбит. Кругом нас фашисты. Весь день отбиваем атаку. Сегодня шестой день войны. Мы остались вдвоём. Павел Абрамов и я. Я тебе писал о нём. Мы не думаем о спасении своей жизни. Мы войны и не боимся умереть за Родину. Мы думаем, как бы подороже немцы заплатили за нас. За нашу жизнь. В память о всех погибших в Великой Отечественной войне. Участники акции зажгли свечи. На воду реки протока спустили венок. В это утро свечи памяти были зажжены по всей Кубани. А в 10.00 Краснодарский край погрузился во всекубанскую минуту молчания. В это время была приостановлена работа всех предприятий. Автомобилисты и водители городского общественного транспорта подали звуковые сигналы, как символ единения и скорби.